Этот храм в сельском поселении Русскинская открыл свои двери для прихожан в 2015 году. А вот первый камень заложили более 20 лет назад. Православная церковь на земле, где большая часть населения исповедует язычество, строилась долго и с большими перерывами. Решающую роль в возведении сыграли нефтяники, которые взяли на себя финансирование. Валерий Сакович Грайфер, первый, который приехал сюда, они как раз приезжали по освоению новых площадей на севере. И мы с ним переговорили. И я попросил его первые деньги, и он выделил мне 2,5 миллиона тогда на строительство храма. Назвали его в честь апостола Андрея Первозванного. Андрей Первозванный, он как раз и был тем миссионером, который ходил по разным землям. Он с Византии пошел на север, до Киева, и говорят, что он дошел до самой Печоры. И он вот эти племена, которые там, ну, северные племена, он их обращал в христианскую веру. Сейчас коренные жители, желающие принять православие, приходят сюда сами, говорит настоятель. Или приглашают священнослужителей к себе на угодья. Коренные жители принимают православную веру. Кто-то живет здесь, в поселении, кто-то живет на угодьях. Также у нас была проделана такая тоже работа. Ну, мы ее и не останавливаем. Это мы посещали коренных жителей, живущих на угодьях, тоже по их просьбе. Совершали и таинство, тоже и крещение, и причастие, и исповедь. Вот освящали их жилище. В 2021 году храму была передана частица мощей Андрея Первозванного. Местных прихожан здесь немного, всего около 20. А вот на большие церковные праздники православные из Когалы, Мусургута, Нефтьюганска стремятся попасть именно сюда, под своды небольшой церкви. Помолиться великой святыне, хранящейся в этих стенах, которые заметно обветшали со дня постройки. Ведь капитального ремонта здесь никогда не было. И вновь, как и тогда при строительстве, на помощь приходят нефтяники. В нашем храме в зимнее время были такие проблемы, как, конечно, недостаточно было тепло. И благодаря помощи наших благотворителей, Лукоила, были совершены те ремонтные работы, благодаря которым, надеемся, в нашем храме будет гораздо теплее и эффективнее будет работать система отопления. Финансирование капитального ремонта ведется по соглашению о сотрудничестве между Лукоилом и правительством Югры. Утеплили цокольную часть не только храма, но и здания воскресной школы. Провели реконструкцию системы отопления и работы по внутренней отделке. Теперь проводится служба, совершатся таинства крещения и другие требы будут в обновленной церкви. Олеся Дементьева, Николай Горкуша. Наши города.